Здравствуйте! Сегодня на уроке мы продолжим анализировать повесть Николая Васильевича Гоголя «Ночь перед Рождеством» и познакомимся с понятием юмор. В повести Гоголь вдохновенно изобразил чудесную украинскую природу. Она прекрасна, таинственна, фантастична. Не удивляешься, когда на фоне рождественского неба появляется черт или ведьма. Черт был зол на главного героя, кузнеца Вакулу, сына ведьмы Солохи. Кузнец был богоязливый человек и писал часто образа святых. Но торжеством его искусства была одна картина, намалеванная на стене церковной в правом притворе, в которой изобразил он святого Петра в день страшного суда, с ключами в руках, изгонявшего из ада злого духа. Испуганный черт метался во все стороны, предчувствуя свою погибель. А заключенные прежде грешники били и гоняли его кнутами, поленами и всем, чем не попало. В то время, когда живописец трудился над этой картиной и писал ее на большой деревянной доске, черт всеми силами старался мешать ему, толкал невидимо под руку, подымал из горнила в кузнице золу и обсыпал ею картину. Но, несмотря на все, работа была окончена. Доска внесена в церковь и вделана в стену притвора. И с той поры черт поклялся мстить кузнецу. Одна только ночь оставалось черту шататься на белом свете. Но и в эту ночь он выискивал чем-нибудь выместить на кузнеце свою злобу. И для этого решился украсть месяц в той надежде, что старый Чуб, отец любимой девушки Вакулы, ленив и нелегок на подъем. К диаку же от избы не так близко. Дорога шла поза лесом, мимо мельниц, мимо кладбища огибала овраг. Еще при месячной ночи варенуха и водка, настоянная на шафране, могла бы заманить Чуба. Но в такую темноту вряд ли бы удалось кому стащить его с печки и вызвать из хаты. А кузнец, который был издавна не в ладах с ним, при нем ни за что не отважился идти к дочке, несмотря на свою силу. Солоху старухи-соседки считают ведьмой за ее хитрости и сметливость. Говорили, что у нее есть хвост, и она может оборачиваться то в черную кошку, то в петуха, а то даже и в свинью. Кроме того, Солоха была привлекательная, умела причаровать к себе казаков. И, наверное, это больше всего вызывало зависть, раздражение и ревность односельчанок. Солоха нарочно ссорила своего сына Вакулу и Чуба, так как хотела выйти замуж за Чуба и прибрать к рукам его хозяйство. Если бы Вакула женился на Оксане, дочери Чуба, то тогда ее планам не суждено было бы сбыться, так как по церковным законам она уже не могла бы выйти замуж за Чуба, так как он становился ее родственником. Гоголь заставляет нас смеяться. Как он это делает? Он изображает своих героев в смешном виде, с юмором. Что же такое юмор? Юмор – это изображение чего-либо в смешном виде. В отличие от сатиры, юмор не обличает, а беззлобно и весело вышучивает. Способов юмористического повествования много, но основными являются следующие. Это неожиданность, несоответствие и гипербола – преувеличение, доведенное до неправдоподобия. Рассмотрим некоторые эпизоды. Черт делал все, чтобы Чуб остался дома. Украл месяц и, когда это не помогло, поднял метель. Смешное в этом эпизоде строится на недоразумении и неожиданности развития событий. Чуб заблудился в метели, не узнал свою хату, испугался кузнеца, пришедшего на свидание к Оксане. Переменил голос и оказался неузнанным. Делал все, чтобы тот не побил его, но попал под горячую руку кузнеца. «Кто ты такой? И зачем таскаешься под дверями?» – произнес кузнец, суровее прежнего, подойдя ближе. «Нет, не скажу ему, кто я», – подумал Чуб. «Чего доброго еще приколотит проклятый выродок?» И, переменив голос, отвечал. «Это я, добрый человек. Пришел вам на забаву поколедовать немного под окнами». «Убирайся к черту со своими калятками!» – сердито закричал Вакула. «Что ж ты стоишь? Слышишь? Убирайся сей же час вон!» Чуб сам уже имел это благоразумное намерение, но ему досадно показалось, что принужден слушаться приказаний кузнеца. Казалось, какой-то злой дух толкал его под руку и вынуждал сказать что-нибудь наперекор. «Что ж ты в самом деле так раскричался?» – произнес он тем же голосом. «Я хочу коледовать, да и полно. Эге, да ты от слов не уймешься!» Вслед за сими словами Чуб почувствовал прибольной удар в плечо. «Да вот это ты, как я вижу, начинаешь уже драться!» – произнес он, немного отступая. «Пошел, пошел!» – кричал кузнец, наградив Чуба другим толчком. «Что ж ты?» – произнес Чуб таким голосом, в котором изображалась и боль, и досада, и робость. «Ты, вижу, не в шутку дерешься, и еще больно дерешься!» «Пошел, пошел!» – закричал кузнец и захлопнул дверь. «Смотри, как расхрабрился!» – говорил Чуб, оставшись один на улице. «Попробуй подойди, вишь какой! Вот большая цацца!» К Солохе на огонек один за другим стали захаживать гости. Черт, Диак, голова, Чуб. Каждый думал, что единственный пользуется ее расположением. Они прятались в мешки из-под угля, чтобы не попасть в глупое положение, и как раз попали в него. «Здравствуй, Солоха!» – сказал, входя в хату, Чуб. «Ты, может быть, не ожидала меня, а правда не ожидала?» Продолжал Чуб, показав на лице своем веселую значительную мину, которая заранее давала знать, что неповоротливая голова его трудилась и готовилась отпустить какую-нибудь колкую и затейливую шутку. «Может быть, вы тут забавлялись с кем-нибудь? Может быть, ты кого-нибудь спрятала уже, а?» И, восхищенный таким своим замечанием, Чуб засмеялся, внутренно торжествуя, что он один только пользуется благосклонностью Солохи. «Ну, Солоха, дай теперь выпить водки. Я думаю, у меня горло замерзло от проклятого мороза. Послал же Бог такую ночь перед Рождеством? Как схватилась, слышишь, Солоха, как схватилась? Эк, окостенели руки, не расстегну кожуха. Как схватилась вьюга? Отвори!» – раздался на улице голос, сопровождаемый толчком в дверь. «Стучит кто-то?» – сказал остановившийся Чуб. «Отвори!» – закричали сильнее прежнего. «Это кузнец!» – произнес, хватясь за капелюхи Чуб. «Слышишь, Солоха, куда хочешь, девай меня, я ни за что на свете не захочу показаться этому выродку проклятому, чтоб ему набежало дьявольскому сыну под обоими глазами по пузырю в копну величиною». Солоха, испугавшись сама, металась, как угорелая, и, позабывшись, дала знак Чубу лезть в тот самый мешок, в котором сидел уже Дьяк. «Бедный Дьяк не смел даже изъявить кашлем и кряхтением боли, когда сел ему почти на голову тяжелый мужик и поместил свои намерзнувшие на морозе сапоги по обеим сторонам его висков». Здесь, в этом эпизоде, использованы юмористические приемы несоответствия и неожиданности. Еще один эпизод. «Вакула выносит из дома мешки, не подозревая, что в них вовсе не уголь, и затем оскорбленной Оксаной бросает. Ткач и кум, подобравшие их, мужественно отстаивают мешки, не отдав их кумовой жене». Здесь используется прием несоответствия. Слово «мужественно» совсем не соответствует облику героев сложившейся ситуации и вызывает улыбку. Как ведет себя Чуб, выбравшись из мешка? Он делает вид, что нарочно разыграл кума, забравшись в мешок. И только когда дьяка вытащили из мешка, изумился и решил, что у Солоки в каждом мешке сидело по два человека. Супруга принялась снова за кочергу, но Чуб в это время вылез из мешка и стал посреди синей, потягиваясь, как человек, только что пробудившийся от долгого сна. Кумова жена вскрикнула, ударившись об полы руками, и все невольно разинули рты. «Что ж она, дура, говорит? Кабан! Это не кабан!» – сказал кум, выпуча глаза. «Вишь, какого человека кинуло в мешок!» – сказал ткач, пятяся от испугу. «Хоть что хочешь говори, хоть тресни, а не обошлось без нечистой силы, ведь он не пролезет в окошко!» «Это кум!» – вскрикнул, вглядевшись кум. «А ты, думал, кто?» – сказал Чуб, усмехаясь. «Что, славную я выкинул над вами шутку?» «А вы, небось, хотели меня съесть вместо свинины?» «Постойте же, я вас порадую! В мешке лежит еще что-то! Если не кабан, то, наверное, поросенок или иная живность!» Подо мною беспрестанно что-то шевелилось. Ткач и кум кинулись к мешку. Хозяйка дома уцепилась с противной стороны, и драка возобновилась бы снова, если бы диак, увидевший теперь, что ему некуда скрыться, не выкарабкался из мешка. Кумова жена, остолбенев, выпустила из рук ногу, за которую начала было тянуть диака из мешка. «Вот и другой еще!» – скрикнул со страхом ткач. «Черт знает, как стало на свете! Голова идет кругом! Не колбас и не полянец, а людей кидают в мешки!» «Это диак!» – произнес изумившийся более всех Чуб. «Вот тебе на, ай да салоха! Посадить в мешок!» «Вот-то я гляжу, у нее полная хата мешков. Теперь я все знаю. У нее в каждом мешке сидело по два человека, а я думал, что она только мне одному. Вот тебе и салоха!» Когда же из следующего мешка на глазах у изумленной публики вылез голова, оба они растерялись, так как не ожидали увидеть друг друга. И оба оказались в глупом положении, не соответствующем их авторитету. Оба они были очень уважаемыми людьми на селе, поэтому и начали говорить о каких-то глупостях, о погоде и сапогах. Тут и кота, которая не переставала мучить голову, по все время сидение его в мешке так усилилось, что он начал икать и кашлять во все горло. «Ах, тут сидит кто-то!» – закричали все и в испуге бросились вон из дверей. «Что за черт? Куда вы мечетесь, как у горелой?» – сказал, входя в дверь Чуб. «Ах, батька!» – произнесла Оксана. «В мешке сидит кто-то. В мешке? Где вы взяли этот мешок?» «Кузнец бросил его посреди дороги», – сказали все вдруг. «Ну, так не говорил ли я?» – подумал про себя Чуб. «Чего ж вы испугались? Посмотрим! А ну-ка, человече!» «Прошу не погневиться, что не называем по имени и отчеству. Вылезай из мешка!» Голова вылез. «Ах!» – вскрикнули девушки. «И голова влез туда ж!» – говорил про себя Чуб в недоумении, меряя его с головы до ног. «Вишь как? Э-э-э!» – более он ничего не мог сказать. Голова сам был не меньше смущен и не знал, что начать. «Должно быть, на дворе холодно!» – сказал он, обращаясь к Чубу. «Морозец есть!» – отвечал Чуб. «А позволь спросить тебя, чем ты смазываешь свои сапоги? С мальцем или дегтем?» Он хотел не то сказать, он хотел спросить. «Как ты, голова, залез в этот мешок?» Но сам не понимал, как выговорил совершенно другое. «Дегтем лучше!» – сказал голова. «Ну, прощай, Чуб!» И, нахлобучив капелюхи, вышел из хаты. «Для чего?» – спросил я сдуру. «Чем он мажет сапоги?» – произнес Чуб, поглядывая на двери, в которые вошел голова. «Ай да салоха! Эдакого человека засадить в мешок! Вишь, чертова баба! А я дурак! Да где же этот проклятый мешок?» Эта смешная ситуация строится также на несоответствии и неожиданности. Сегодня на уроке мы начали знакомиться с героями повести «Ночь перед Рождеством», а также вы узнали, что такое юмор и познакомились со способами юмористического повествования. На этом урок окончен. До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok